Здравствуйте! С вами Нестерович Екатерина и это новости in Poland. Тема сегодняшнего нашего выпуска. Третья волна пандемии. С конца февраля введены новые ограничения. Во Врославе протестующие приковали себя к светофору и перекрыли одну из центральных улиц города. Всемирный день редких заболеваний. Врослав присоединяется к акции. Город уделяет внимание больным. Во Врославе трамвай сошел с рейсов и запарковался на остановке. В Польше за неделю подано свыше миллиона налоговых деклараций. Скайтауэр выставляет на продажу. Сколько нужно заплатить? А теперь подробнее. В Польше новое коронавирусное ограничение. 24 февраля министр здравоохранения объявил о новых запретах, вводимых в Польше. Внесены следующие изменения. В Арминском-Азурском воеводстве теперь закрыты гостиницы, торговые центры, кинотеатры, театры, музеи, галерии, бассейны и теннисные корты. Людям, въезжающим в Польшу из Чехии и Словакии, придется отбывать карантин. Исключение составляют лишь те лица, которые ранее получили две дозы вакцины. Рот и нос можно закрывать только маской. Платков, шарфов и пластиковых козырьков будет недостаточно. Они могут использоваться только как дополнительное средство защиты от инфекции. Ученики 4-8 классов не сядут за партой минимум до 14 марта. Студенты вузов будут учиться дома до 30 сентября. Информация о продлении срока появилась в журнале закона в пятницу вечером. Напомним, что дистанционное обучение в школах и вузах началось с середины марта 2020 года, после объявления в Польше пандемии коронавируса. С начала сентября прошлого года обучение вернулось к традиционной форме. Но с началом второй волны пандемии ученики и студенты продолжили учиться через интернет. Уже 1 миллион налоговых деклараций рассчитаны при помощи ТВУ ЕПИД. Поставлен новый рекорд в Польше. В течение 7 дней после того, как услуга ТВУ ЕПИД стала доступной, налогоплательщики уже подали миллион деклараций, подготовленных для них Национальной налоговой администрацией. В прошлом году такой результат был достигнут через 8 дней с момента запуска сервиса. Служба ТВУ ЕПИД предлагает налоговые декларации ПИД 37, ПИД 38, ПИД 28 и ПИД 36 для людей, которые не ведут бизнес. Также сервис позволяет подать ПИД 0П, то есть декларацию о перечислении 1% налога общественной благотворительной организации. В 2021 году Национальная налоговая администрация на основе своих данных подготовила годовые налоговые декларации за 2020 год для 23 миллионов налогоплательщиков. Доступ к услуге ТВУ ЕПИД возможен только через веб-сайт электронной налоговой инспекции, доступный по адресу податки.гов.пл. Скайтауэр выставляют на продажу. Сколько нужно заплатить? В этом году девелопер намерен подготовить здание Скайтауэр к продаже. Деньги от продажи этой собственности будут использованы для инвестирования в покупку земли для дальнейших вложений в жилье и в сегмент институциональной аренды в крупнейших городах Польши, включая Врослав. Сколько стоит Скайтауэр? Пока владелец не раскрывает подробности по продажу небоскреба во Врославе и его оценки. 7 лет назад девелопер говорил о цене строительства Скайтауэра в миллиард злотых. В 2021 году, по заявлению владельца, стоимость зданий уже снизилась на 150 миллионов злотых из-за пандемии коронавируса. 26 февраля активисты Extension Rebellion во Врославе перекрыли дорогу на улице Шведницкой. Их деятельность направлена на привлечение внимания общества и политиков к угрозе, связанной с последствиями скорого потепления и изменения климата. Около 30 человек с баннерами и плакатами сидели возле пешеходного перехода на улице и пели. Некоторые прикрепили себя за шеей держателями для велосипедов к столбам светофора. Полицейские перекрыли улицу машинами. Около 13 часов на место происшествия были вызваны дополнительные наряды полиции, а сотрудники начали отсекать молодых людей и выводить их с дороги. Только после 15 часов им удалось отрезать протестующих от столбов пилой и разблокировать улицу. После этого активистов начали регистрировать в полицейских машинах. Во Врославе трамвай сошел с рейсов и заехал на остановку. В пятницу днем трамвай номер 74 сошел с рейсов и заехал прямо на остановочную площадку рядом с людьми, которые там стояли. Пассажиры говорили, то, что они живы – чудо. Водитель всеми способами старался остановить 37-тонное транспортное средство и ему это удалось. МПК зафиксировал аварию как сход с рейсов. Пострадавших не было, поэтому она внесена в список многих подобных событий во Врославе, а для людей, которые видели происходящее, это не было обычным событием. Всемирный день редких заболеваний. Врослав присоединился к акции «Город уделяет внимание больным». Впервые в мире день редких заболеваний был организован в 2008 году под эгидой Европейской Федерации родителей, пациентов и людей с редкими заболеваниями. 29 февраля – самый редкий день в году. Именно он был выбран символом редких заболеваний в первый раз. Впервые в Польше его отметили в 2010 году. С годами эта инициатива значительно расширилась. В то время как только 18 стран приняли участие в его первом выпуске, в 2018 году их было 99. Врослав также хотел привлечь внимание к проблеме редких заболеваний. Поэтому 28 февраля в городе были подсвечены знаменитые здания Врослава, цветами символизирующие редкие заболевания – розовый, зеленый и синий. Это были окна сессионного зала в Сукинице, зала «Столетия», Врославский стадион, Врославская опера и здание Врославского технологического университета. Информацию о редких заболеваниях можно было также найти на экранах Врославского МПК, в билетных автоматах и в центрах обслуживания клиентов. Вместе с муниципалитетом Врослава организаторы также призывали жителей Врославов в тот день выбирать одежду в цветах компании и использовать хэштег «RARDCJENDAY» в социальных сетях в качестве солидарности с больными. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий и не забудьте подписаться.